всем привет меня зовут мистер ченнинг и у меня есть мотоцикл мечта harley david sunrod king classic 97 года а у кого-то еще harley нет может быть кто-то планирует приобрести себе harley и недавно у нас был обзор на стоимость спорстеров на рынке до спойл стоимость серии дайна и кто-то в комментариях написал неплохо было бы сделать обзор цен ну текущих цен за сколько от скольки скажем так тысяч можно купить что-то более-менее живое а именно интересует наверно самая классическая модель harley-дэвидсона который вообще вот можно на сегодняшний день представить это harley-дэвидсон хиритэйдж это мотоцикл на раме softtail до который тоже считается очень каноничной с аля сухой подвеской своеобразным двигателем естественно ну и такой прям классический классический мотоцикл и из хиритэйджов кстати иногда даже строят кино неплохие чопперы и вообще софтейловская рама она такая очень привлекательная для кастомайзеров вот в частности мизантроп прям вот он прям очень фанатеет поэтому и прям вот ему нравится софтейлами работать ну и со спорстерами тоже давайте давайте посмотрим объявление с вами и как всегда у нас требования то простые мотоцикл должен быть юридически чист мотоцикл должен быть желательно должен быть в наличии в рф ну или хотя бы там где-то в ближнем зарубежье на мотоцикле мотоцикл должен быть в таком состоянии чтобы ты его мог купить и на нем уехать не обязательно чтобы уехать вдаль уехать в закат уехать куда-то сразу далеко но чтобы он мог передвигаться самостоятельно то есть чтобы он не было в таком ужасном состоянии на котором ну просто не будет невозможно есть давайте посмотрим кстати хочу сказать спасибо отдельно илье потому что написал сказал вот так вот можно настроить поиск чтобы поиск был более-менее адекватным помните предыдущем видео про дайны я рассказал что в поиске почему-то они не отображаются да но в избранных они мне сохранены и вот когда ты ищешь вот просто через поиск вот так вот набирая вверху да ты его так просто не найдешь вот а настраивается все на самом деле очень просто вот здесь вот у нас справа выбираем круизер чоппер выбираем марку harley-дэвидсон выбираем heritage модель серия heritage модель heritage все и нажимаем показать 81 объявление и у меня тут уже настроены видите настроена таким образом что вверху у нас показываться самый дешевый модель но в принципе то что нас интересует нам уже нужно понимать откуда с какой цены начинается мотоцикл на который мы можем с вами уехать и который будет более-менее нормальным состоянием и так приступим видим что до 500 тысяч рублей что там что-то еще можно найти и вот у нас первое объявление самое дешевое это у нас harley-дэвидсон софтал софттейл флс т си ай блин самые такие длинные блин блин аббревиатуры он harley-дэвидсон heritage 06 года 493 тысяч рублей как всегда давайте посмотрим фотографии посмотрим что у нас на фотографиях изображено и что мы видим битый битый heritage своим ходом он не поедет потому что я наблюдаю что у него с перьями вообще с передней частью что-то у него произошло не очень хорошая задняя часть выглядит неплохо но нафига и софтейла делать туринг если можно купить туринг непонятно непонятно задняя часть вопросов не вызывает тюнинные сиденья вроде как или может быть кстати оригинальные внешне внешнего только напрягает передняя часть какой силы было бы удар что повреждено пока непонятно по мотору по хромам тут видно что ну вроде как вроде как все ничего все неплохо выглядит и пробег 74000 миль или это семь тысяч четыреста четыреста сорок семь миль нет точки не вижу но в общем heritage биты но стоит он меньше 500 тысяч рублей давайте почитаем мотоциклы мотоцикл в пути с аукциона в америке но это уже традиционно без пробега по снг ориентирующую дату прибытия уточняйте по телефону стоимость указан москве с доставкой и стопроцентно таможен стоимость актуальна до прихода мотоцикла порт клайпинг еще раз напомню что никакие магазины я не рекламирую ни с какими магазинами я не сотрудничаю а вот просто мы обозреваем с вами самые самые недорогие скажем так модели harley davidson которые можно на сегодняшний день посмотреть описание очень краткое то есть мы здесь можем только только что-то по фоткам попредсказывать а вот фотографии фотографии не так много но мотоцикл был бит и уверенности что его ремонт обойдется недорого нет потому что ну удар был в переднюю часть и непонятно на самом деле может быть повреждена рама может быть не повреждена но если пострадала вилка да это траверса то есть вся передняя часть под замену может быть кстати даже даже и колесо вот как-то очень странно мне кажется вообще колесо не от этого мотоцикла стоит ну потому что при таком ударе мне кажется колесо бы тоже там что-то с ним произошло тут мы видим относительно ровно колесо но в общем на этом варианте я бы не советовал останавливаться потому что непонятно не понять не понять масштаб масштаб его ремонта даже не стоимость ремонта масштаб одно дело когда ты поменяешь там вилку переднее колесо там какие-то навесные передней части а другое дело когда у тебя будет ну придется тебе вытягивать раму на что-то произошло с рамой может быть задней частью тебе придется как-то все ремонтировать и чинить поэтому вот тут вот могут быть вопросы давайте посмотрим другие объявления какие у нас там есть посмотрим как всегда там несколько штук следующий harley davidson heritage год 2002 мотоцикл беленький мотоцикл как всегда смотрим фотографии тюнинг выглядит блин ужасно вот вот мне не нравится вот нафига вы нафига вы покупаете хире течь пытаетесь не сделать это стрёмный тюринг белые дуги белые дуги зачем кофры вообще ну как-то очень все несуразно смотрится видно что на кофрах крышки сделанные под звук неродное сиденье до batwing неродное крыло неродной передний диск ну мотоцикл выглядит он 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 не выглядит дорогим быть блескучим харлеем он выглядит каким-то крашеные перья что зачем зачем вы вот так вот сделали зачем зачем что что вам помешало блин ездить на нормальном хире течь зачем вы попытались из него делать что-то такое вообще непонятно но мотоцикл конечно очень-очень на любителя тоже видно что у нее жизнь была суровая может быть какие-то сильных то аварии не было но что с воздушным фильтром что нахрен с воздушным фильтром это прямой впуск называется из который добавляет тебе еще там 50 лошадей при разгоне по ходу дела да фильтра я вообще не вижу то есть просто просто входной патрубок и отправляешься с этим патрубком собирать мухи мух камней дождь грязь зачем 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 что что ну вот просто у меня сейчас кровь из глаз придет вот пожалуйста самый лучший фильтр и отсутствие фильтра что это короче такой себе вариант но нам ничего не мешает посчитать описание конечно очень очень прям грустно грустно выглядит видно что мотоцикл была тяжелая судьба как всегда описание блин краснодар прикубанский тролли вали короче описание описание как такового нет и опять же это это 88 твинка до 2002 год все вот все отправные данные 520 тысяч рублей но я бы не рекомендовал потому что ну это вообще не похож на хире течь вот каким мы привыкли видеть хире течь ну что это нет это мне больно мне больно реально на это смотреть и нет 520 тысяч рублей ценные к цены вверх короче вот смотрите первый хире течь который более-менее подходит под наши параметры то есть является хире течь вот как 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 вот лично я у себя представляю вы его может представлять по-своему я его представляю по-своему что мы видим хире течь 95 год 590 тысяч рублей в состоянии внешнем более аутентичным чем предыдущие два есть видно что что-то с ним происходило до какие-то переделки происходили какой-то тюнинг происходил что-то пытались с ним сделать модернизировать как-то его усовершенствовать можем сделать комфортнее то есть не родные ручки не родные зеркала стоят отсутствует на передней части закрыл ну этот кавер да который закрывает пространство между фарой и траверсами получается между вилкой присутствует аэрография но каких-то прям критичных 1805 миль ну нет не 1800 каких-то прям критичных и дон лоб спереди стоит родной дон лоб хорлеевский задние не могу сказать стоят прямотоки какой каких-то лютых переделок вот по сравнению с предыдущими я не вижу я вижу что есть масляный радиатор я вижу ее что есть мотор эволюшен если мотор эволюшен то ну в принципе ремонт эксплуатация вообще будет понятны и предсказуемы я щас не говорю что твинкам плохой мотор но скажем так с эволюшеном вот на вторичке если он прям не укатанный усосанный то проблем вот покупаешь с ним проблем в принципе много и не будет но что-то видите происходило гнутое переднее крыло видно что тут не хватает трима да на на крыле но 590 тысяч рублей за такой вариант на сегодняшний день но я считаю относительно неплохо давайте почитаем что в описании написано в пути прибытия в владивосток в марте документа плюс 20000 блин эта формулировка плюс 20000 мне вообще конечно не понятно но ладно хорошо 610000 рублей 610000 рублей он стоит вот сегодня мы его можем купить в принципе в принципе вариант годный с учетом косметики пробег 1800 километров я бы ему не верил естественно но надо проверять историю до каждого варианта каждого мотоцикла кот кот пытается снести камеру активно вот просто встал и пошел пошел сносить камеру что у котов в голове непонятно ладно продолжим вот херетач его скажем так истинном истинном исполнении эволюшен минимум колхоза до присутствует аэрографии есть вопросы по косметике есть вопросы пробег поехали дальше или печь есть вот такой херетач софтел 650 тысяч рублей 1340 так 93 год это продает частник продается этот мотоцикл достаточно давно давайте посмотрим фотографии тоже херетач вот прям очень так ну красиво да по моему мотоцикл давненько продается цвет мы не знаем сколько он родной на опять же это эволюшен это эволюшен внешне выглядит но неплохо туда же есть видео видно что попытались поставить должны попытались поставили лет фары лет фары я а уже во мне раз говорил на свое видение на этом долет даже какие-то китайские фары они могут светить гораздо лучше чем сток и они могут светить не сильно хуже чем деймейкер тот же самый но не хватает знаете вот это вот теплоты в свете да он холодный холодный вот этот цвет лет такой эффект на старых мотоциклах как бы он не совсем такую местную опять же это по моему мнению да этот мотоцикл продается уже очень давно и почему-то его никто не покупает я не знаю с чем это связано может быть даже а его посмотрит вот это видео посмотрит владелец этого мотоцикла до продается и напишет нам комментарии скажет это я продаю мотоцикл в ништящем состоянии но вот что-то не покупают давайте почитаем писание 93 год неплохой год принципе для этого мотоцикла карбюратор естественно описание первый мотоцикл сегодня у которого есть более-менее нормальное описание продам harley davidson fx sts heretic softile eva 1340 везен в прошлом году первый владелец проехал менее 1000 миль я менее 100 млн мод не идеален но переживет еще более свежие перекрашен по привычу игрок вопрос в связи с чем установлены это мы видели сочный прямоток это не видели светодиодные фары это мы видели резина живая хорошо стоит на учете на мне электронный pts после приобретения поставлен на учет и отправлен на постой момент продажи присутствовать не смогу дкп подписанные мной есть документы все с мотоциклом случае покупки устроим видео зоны для подтверждения личности но может быть в этом и кроется ответ того что почему этот мотоцикл продается но достаточно долго потому что он и на барахолке в телеграме продается да хотят 7 марта да на барахолке в телеграме в телеграме и вот здесь он тоже продается но вот 650 тысяч рублей а в принципе ничего вариант рассмотреть можно рассмотреть можно но тут вам нужно понимать а вы его будете приводить в аутентичное состояние это вам надо будет лет фары поменять с покраской в принципе покраска более-менее на классическую тянет надо будет кофры до поставить но и может быть там какие-то элементы кто-то лютого прям колхоза я не увидел вот и ну вариант неплохой 650 тысяч рублей но еще там поторговаться 50 попробовал бы скинуть и в принципе почему бы нет можно рассмотреть но опять же что там что там за юридический вопрос может быть поэтому долго продается давайте посмотрим что что еще можно посмотреть едем дальше вот такой вот у нас heritage 2001 год белый опять же heritage который по виду похож на heritage а не на какое-то лютое колхозное чудовище которые попытались из которого попытались сделать там туринг или вообще мотоцикл непонятного класса что мы видим белый heritage кофры прямо токи но это вот на первой фотографии да это тюнинная крышка воздуха на неродные зеркала похоже дело до стекло так пока ничего то прям критичного не вижу но радует то что опять же на мотоцикле минимум колхоза вот сходу так классические эти половицы на платформах установлены классические педали это это хороший знак того что за мотоциклом следили но там и ухаживали ну за границей у меня кстати road king вот с такими же половицами с такими же педалями и это тюнинг достаточно дорогой который по моему сегодняшний день его даже так по моему не купить потому что с продажи с выпуска он снят здесь мы видим огоньки на крышках это все в принципе неплохо и если вы захотите прям сделать стоковый стоковый heritage вы с легкостью найдете стоковые вот эти крышки то есть это будет недорого фотографию щупа опять же дон лоб родной здесь тоже по моему стоит родной дон лоб вот такой heritage 26 тысяч километров я думаю 26 тысяч миль описание как всегда нет документы 20000 плюс пожалуйста 660 тысяч рублей 680 получается и у вас будет вот такой хире течет но этот винка он немножко по моему мнению такой не очень аутентичный да но в принципе на сегодняшний день блин да да это грусть тоска я между сценами но пока вы таковы реалии на сегодняшний день вот такой хире течь давайте пойдем дальше вот тут еще есть вот такой хире течь несколько хире течь и которые можно посмотреть так это у нас 2012 год 670 тысяч рублей прям много обещающее такое объявление смотрим стоят прямотоки не родной сиденье не родная спинка не родной руль какой-то тут тюнинг присутствует такой интересный что с рулем что вы сделали с рулем мне немножко непонятно да но нету кофров 103 мотор мотоцикл паданный но опять же я что-то прям критично но может быть фотографии как сделаны конечно я критично ничего не вижу и 103 мотор с каким пробегом 72 тысячи миль ну в принципе рассмотреть но на последние деньги такой мотоцикл покупать точно нельзя потому что он может потребовать достаточно серьезных вложений на первоначальных этапах то есть на вот посмотрите обслужить грым опять же да он инжекторный что у нас тут в описании в пути прибытия владивосток в декабре но я думаю что просто тут объявление описание не этот не актуализировать но 670 тысяч рублей за 103 мотор на сегодняшний день но неплохо неплохо почему бы нет можно рискнуть но опять же я приверженец приверженец стока приверженец аутентичности и такой мотоцикл но немножко не соответствует скажем так моим моим внутренним убеждением так должен выглядеть херетейдж хотя я в софтейлах ничего не понимаю гизантропа это прекрасно знает и подтвердит в случае чего давайте еще посмотрим есть у нас вот такой херетейдж 2005 год очень кстати много херетейджа продается не частниками и продается магазинами вот такой вот мотоциклик что мы видим херетейдж с неродными кофрами что-то у него произошло с глушителями это у нас 88 твинкам зеркала родные неродная пара нету дуг поворотники стоят на раме ржавчина 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 на подножке ржавчину на выхлопе неродное сиденье да нет пассажирского сиденья такой мотоцикл и есть что-то с платформами не то сзади нет платформ сзади это просто подножки нормально история на таком это ци к неродной воздуха тоже ржавчина ржавчина выхлоп ржавчина педаль ржавчина у меня ржавчина она всегда немножко знаете так наводит на некоторые мысли что мотоцикл мог перед продажей изображать из себя моторную лодку в одном из регионов сша или японии на переднем диске ржавчина короче он такой прям сильно же а он из японии вот если мотоцикл с японием ржавчина короче слишком много ржавчины и это только то что видно понимаете болты ржавые диск тормозный ржавый это то что мы видим а вот даже вот этот вот как как болт на панели вот этот центральной панели он может заржавить как блин он хромирование там хороший качественный хром вот здесь все заржавевшие переднюю верхнюю траверсу интересно значит да блин вот такой вариант я говорю это только то что мы видим на самом деле там ржавая может быть вообще очень много чего и если мотоцикл ржавый да тут уже могут быть вопросы к резинкам давайте посмотрим аукционный лист даже есть но что-то аукционный лист так студентов километрах до 18000 километров клиника 8 непонятно я ведь и я с аукционами местами ты никогда не работал могут это и 5 из 9 так давайте почитаем описание 2005 год 18 тысяч 100 километров мотоцикл из японии находится в москве в наличии и описание ну которое я уже говорил да у некоторых салонов они просто копируют под это описание вы можете любой мотоцикл принципе при приделать пришлепать и проблем у вас не будет просто копируете вставляете и все и получается у вас универсальное скажем так описание ко всем объявлениям мотоцикл из японии туда-сюда но почему вин есть можно по вину там историю какую-то посмотреть но такой вариант тоже вот на нем на нем ты скорее всего что уедет но chrome резинки все вот это надо будет восстанавливать опять же переводить давайте посмотрим еще такой вот у нас тут есть heritage так 699 тысяч рублей 2000 год опять же что я вижу heritage в его классическом исполнении много хрома приматопии так разведенные глушители родные кофры сиденье родное не родные зеркала не родные половицы какой-то кавер интересный стоит на этом видимо на выхлопе чтобы не обжигала или чуть унижаем ноги с этой стороны выглядит еще интереснее как бы ну варианте с такой мне нравится вот серьезно это а чё у него с этой крышки с указателем произошло никто не знает там же написано на ней наклейка вот эта вот наклейка вот здесь написано don't twist не поворачивать зачем мы поворачиваем ну 100 метров километрах мотоцикл скорее всего что из японии вот это что за железка такая подстаканник или что это аукционный лист тоже номер есть хорошо хорошо вот этот мотоцикл мне прям нравится потому что мне кажется после его приобретения а хотя вы посмотрите сша да а я говорю с японии а страна происхождения брони я понял мотоцикл с японии находится в пути не в наличии а в пути наверно пайса такая цена ну относительно такая невысокая на фоне всех остальных мотоциклов смотрите что что я вижу но лично вот для себя что в принципе этот мотоцикл неплох и вот так вот первоначально так смотришь на него ну минимум вложений то есть по внешке неплохой по тюнингу по колхозу тоже выглядит неплохо нету тут какого-то прям лютого лютого тюнинга ну такой прям прям хирит речь вот как ты каким ты его представишь конечно был бы если бы эволюшн было прекрасно ну вот на сегодняшний день такой вот такой вот мотоцикл 699 тысяч рублей ну блин тут прям эти хирит рейджи кстати за 699 тысяч рублей все белые причем по цвету как-то смотрите хирит речь 2001 год 699 тысяч давайте посмотрим интересно же да вот такой беленький беленький хирит речь стоит пхангер но это единственное что мне не нравится в этом мотоцикле опять же он выглядит достаточно неплохо у него стоит родной выхлоп хотя нет выглядят плохо перья вилки нижние перья они что-то слишком так неродной спидометр пробег пробег под вопросом пробег тут аукционный стену 1563 но я думаю что это неродной пробег потому что спидометр менялся ну в принципе тоже неплохой вариант купить неродных поворотники задние стоят купить и можно спидеть об хангер только смущает а так ну тоже неплохой вариант описание думаю что даже читать не стоит потому что и кстати объем а нет объем все нормально описание все все точно такое почему бы нет целых три хирит речь давайте еще на десерт вот этот вот хирит речь посмотрим все двухтысячного года как на подбор все белые чем это связано мне непонятно так вот тоже около стоковый глушаки керкер похоже мне такие народ кинге стояли неплохой звук и выглядят такие около классичный классичный со стеклом а не родной руль не родные платформы сзади но выглядит опять же он неплохо единственно что вот опять что что происходит с передним вот этими перемене слишком слишком облезло у меня с пробегом 160 170 тысяч километров до род кинг но у него период получит так нетуков 42 тысячи километров но неплох неплохо опять же но нету спинки нету кофров но это решаемо принципе на барахолке кофры там стоит тысяча тридцати можно купить более-менее живые и опять же ты его можешь купить и стоковое состояние ты его приведешь достаточно быстро вот наверное да чё тут у нас 2000 год 42 тысяч километров ну нормально можно рассматривать скажем так покупки но вот реально на сегодняшний день такие что он стоит 700 тысяч рублей так мотоцикл с японии находится в пути он он еще не приехал может поэтому такая цена низкая вот что мы имеем на сегодняшний день до посмотрели несколько объявлений по heritage на авито поиском я научился пользоваться получается спасибо илье подсказал скидывал в личку в телеграме вот свои комментарии в общем на сегодняшний день чтобы купить живой heritage живой heritage нужно от 600 до 700 тысяч рублей но опять же это должны быть не последние деньги у вас у вас должны быть еще какие-то средства на которые вы сможете приобрести на которую вы сможете скажем так если что отремонтировать эти мотоциклы потому что зависимости от технического состояния то есть внутрь то ты там особо не посмотришь что там с грэмом дать никто не даст грэм заглянуть я имею ввиду twin cam и да там сходу ты такой в магазине а можно грэм посмотреть никто тебе естественно этого делать не даст вот и могут потребоваться вложения в основном мы видим что присутствует twin cam 88 но даже есть 103 есть даже эволюшины эволюшины вот два мотоцикла на эволюшине да они старенький да там есть вопросы особенно вот есть вопросы по красному зачем перекрасили туда-сюда один хозяин проехал на нем тысячу миль другой проехал на министа ну просто мне вообще непонятно посыл да ну как 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 вот так вот происходит что человек покупает дачу там переделывает туда-сюда и мотоцикл в итоге продает какие-то ну обстоятельства конечно могут быть но этот мотоцикл а красный я имею до херетечной эволюшине он висит достаточно давно вот но если рассматривать то я бы лучше рассматривал синий да там потребуются какие-то вложения по косметике пробег скорее всего что не этот но это эволюшины эволюшин можно в принципе любой эволюшин можно починить скажем так состояние дрова до нормального состояния можно привести но естественно это будет требовать вложений там в зависимости от масштаба от объема переделок будут можно там и блин там за 50 тысяч на там что-то поменять а можно там и за за 200 тысяч уйти если там будет у тебя из аминокартера и еще что-то какой-то тюнинг вот и да вот первые два варианта мы посмотрели их вообще не стал рассматривать потому что но стрёмные какие-то мотоциклы блин кто кто вообще такое покупает вот если среди тех кто меня смотрит есть люди которые покупают вот такие вот мотоциклы скажите пожалуйста но вы их покупаете вы ездите на такие но вот таких вот мотоциклах или вы покупаете их как-то переводите в какой-то около стоковое состояние ну потому что ну тюнинг вот это какой-то еще непонятный полуколхозный блин чё вообще в голове то есть сборная солянка вообще получается то есть вот у меня софтео но я сделаю из него туринг непонятно непонятно зачем так происходит поэтому на сегодняшний день да вот так вот 600 тысяч плюс и что-то можно выбирать мотоциклы видим что большинство мотоциклов они в пути не в наличии да но в принципе все мотоциклы кроме первого на них вы можете сесть и уехать куда-то до куда-то вы доедете все в принципе ездовые а некоторые могут там даже после какого-то минимального то могут еще ездить очень долго поэтому вот на сегодняшний день от 6 100 до 700 тысяч рублей вы можете рассматривать и выбирать себе heritage но опять же объявления вот эти вот которые я смотрю они же не отражают всей ситуации вы это можете обратиться к посредникам вы можете сами там посмотреть на аукционах что-то по выбирать то есть то что нам предлагают это ну грубо говоря мотоциклы которые уже под ключ уже едут уже двигаются в сторону скажем так рф а так вы можете там сами по выбирать там под свой кошелек под состояние это кстати должна как-то ну предпочтить но это будет дольше но на этом этапе кстати можно там даже на какую-то сумму сэкономить а можно наоборот скажем так немножко превысить наш сегодняшний бюджет но фишка в том что вот здесь мы выбираем мотоцикла да вот но он выбор скажем так ограничен на аукционах в японии в америке ты уже руководствуешься тем что ты можешь вот эти мотоциклы подгонять под свой бюджет то есть вот тебе чуть-чуть не хватает ты можешь посмотреть что у него там будет там что-то там потертость какая-то да но он будет вкладываться твой бюджет все остальные параметры тебе будут подходить и таким образом ты его под себя вот выберешь то вот те 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 скажем так повреждения ли те недостатки на которые ты готов закрыть глаза при его покупке напомню напомню что у нас есть замечательный telegram чат ссылка на который находится в описании к этому видео который мы общаемся на харлеевский около харлеевские темы мотоциклетные около мотоциклетные темы в общем у нас там приятная атмосфера больше 800 человек живое общение и знаете такой формат старого доброго чата то есть никаких пока разделений нету на группы на какие-то там подгруппы нет сколько раз поднимали тему я пока не вижу в этом смысла потому что я разделю если чат разделить на подгруппы будет если чат это один большой бардак да а если разделить его на подгруппы это будет несколько маленьких бардаков я особо пока в этом смысла не увидел также напомню что каждое воскресенье стараюсь выпускать воскресные харли стримы у нас там относительно живая такая не живая активная обстановка я имею ввиду что людей там достаточно много там сейчас присутствует там 50 60 человек смотрит стримы как правило имеет какую-то фоновую тему который мы обсуждаем там но и попутно мы обсуждаем масла там экипировку шлемы блин хонды ямахи триумф это мышки то мотоцикл в общем интересно и стримы для длятся там в районе там двух двух с половиной часов я стараюсь их проводить также хочу отметить что на этой неделе канал мистер ченнин благополучно преодолел отметку 20000 подписчиков это щас про youtube говорю это невероятная цифра и 6 лет назад начиная активно скажем так заниматься выкладыванием видео дакцин и всем каких-то роликов я не думал что будут будут такие цифры и мне очень приятно потому что мы куда-то двигаемся количество подписчиков потихонечку растет видео видите разнообразные кстати видео с димой китайцем они вообще прям заходят на рутах смотрит гораздо лучше чем блин про harley гораздо лучше чем там про моторынки гораздо лучше там чем какую-то мою техническую нудятину прям видео с димой они прям залетают только так то есть урал все-таки людям видимо как-то ближе роднее и вызывает интерес так что поскольку он вызывает интересы я думаю что мы будем тоже двигаться в этом направлении и параллельно мы будем еще все равно какие-то рассматривать расширение контента разнообразие контента чтобы как-то как-то развитие канала надеюсь вам как всегда было интересно посмотреть данное видео чуть-чуть полезно вот а рынок вы вы неплохо смотрите это видео неплохо их комментируете и вот мое мнение на сегодняшний день по хире тэджем вот я в принципе отразил хочу вас всех поблагодарить за ваши комментарии за вашу поддержку за вашу активность да за то что вы подписываетесь за то что вы комментируете подкидывать какие-то идеи для новых видео за это всем вам и каждому в отдельности огромное спасибо но сегодня с вами был мистер ченнинг всем большое спасибо за внимание будьте здоровы всем пока